Народ, привет! Всё больше и больше людей, послушав того или иного блогера или своего особого друга, сразу скажу, что ничего против людей с ограниченными возможностями мозга я не имею, начинают задумываться о покупке игровой консоли. И коль вы смотрите это видео, то мне выпала честь, так сказать, отговорить вас от этого неадекватного поступка. Ну а раз вы смотрите это видео, значит у вас уже закралась тень сомнений о покупке данного девайса. Но не переживайте, вы уже можете похлопать себя по плечу или погладить по пузику, поскольку в этом видео я приведу несколько аргументов, из-за которых вам уже никогда не захочется покупать этот кусок говна, который называется игровой консолью. Честно говоря, мне даже мерзко называть это игровой консолью. Отныне я буду как Путин, буду называть ее берлинским пациентом, лишь бы меня не бомбило. И начнем мы, пожалуй, с самого первого и самого очевидного. Что ж, наверное вы все уже слышали о скупщиках, благодаря которым невозможно купить во всем мире за адекватную стоимость PlayStation 5. Ну а если можно, то только за неадекватно завышенную стоимость. При этом не факт, что она приедет к вам вообще. Поскольку процент кидалова на данных сайтах, как Авито или ОЛХ, увеличивается с каждым годом. Обычно на них попадают такие дурачки, готовые закинуть, знаете, за определенную доплату. И потом думают, что когда-нибудь она приедет. Ну и если даже ваша консоль приедет, то за такую сумму, которую вы купили ее на Авито или ОЛХ, можно было купить классный, мощный игровой ПК. Многие конечно скажут, ну я покупаю ради эксклюзивов, что еще тупее. Поверьте, ни один из эксклюзивов не стоит того, чтобы ради него брать себе плойку. И вот почему. Если провести статистику, то мы увидим, что средняя жизнь консолей равняется 3-7 лет. После чего она просто перестает вывозить новые игры. Как например возьмем тот же многострадальный киберпанк. Все мы помним, как ее классно оптимизировали для PS4 Pro. А по сути графика была такая же, как в GTA San Andreas, которая выпущена 2003 или 2005 года. Что касается эксклюзивов, то за все время их накопится максимум 10. Из которых вам будет интересно, ну скажем так, 3 с натяжкой может быть 5. Да и большинство из них появятся на компьютере через какое-то время. Я уже молчу про облачный сервис, который сейчас очень неплохо развивается. Но самое печальное, что за год интенсивного гейминга на плойке вы потратите столько денег, за которое вы бы могли бы себя отложить, чтобы купить мощный, классный игровой ПК. Раз мы уже обсудили цены, давайте перейдем к такому понятию, как NextGen. Сейчас на рынке начинают появляться NextGen версии старых игр. И многие разрабы, чтобы продать свой товар, вешают лапшу консольчикам на уши, что благодаря NextGen в консолях, игроки не почувствуют разницы в графоне, если сравнивать с игровым компьютером. При этом по факту все тесты нам показывают, что новая PS5 в среднем выдает 30 фпс. Да и то нестабильных. То есть у вас будет такое мыло, благодаря которому вы не сможете распознать ни текстуры. Все будет нерезким и плавающим. При этом мы говорим с вами про нестабильные 30 фпс, которые могут проседать и до 20, и до 15. Что просто позорище для игр в 2021 году. Недавно одно влиятельное техиздание выпустило очень интересную статью. Оно сравнивало графику прошлогодней игры Control, которая вышла на NextGen в этом году. И как мы видим на этой картинке, они показали сравнение настроек PlayStation 5 с настройками на ПК. И боже, какое это позорище. Практически все выставлено на низких настройках. И это, уважаемые консольщики, ваш NextGen. Такое впечатление, что разрабы взяли железо у самых слабых компьютеров. Знаете, такие компьютеры, которые покупают для офисных сотрудников. На деле спорный пластиковый белый кейс, который не вписывается, ну, не в один интерьер. И продают его с наценкой, обещая, что это железо будет выдавать максимум 60 фпс. О боже, 60 фпс. В то время как ПК уже преодолели эту отметку в прошлом десятилетии. И это, дамы и господа, как бы печально ни звучало, причина того, почему разработчики компьютерных игр, вместо того, чтобы создавать шедевры, занимаются оптимизацией для приставок. Если у вас есть ведро емкостью 10 литров, и еще одно ведро емкостью 25 литров, сколько у вас ведер? Два. То есть, в ближайшие 5-10 лет вы не увидите никакой новой графики, поскольку консоль тормозит ее развитие. Исходя из всего вышеперечисленного, у вас есть сейчас возможность сэкономить свои деньги. И в следующий раз, если какой-то блогер или ваш друг-дурачок скажет вам, чтобы вы брали PS5, шлите его нахер. И давайте не будем забывать самое главное. Покупая PlayStation, вы покупаете себе приставку с ограниченными возможностями. То есть, вы на ней еще сможете смотреть какие-то видосики на Нетфликсе или на Ютубчике. В то время как на ПК вы можете выполнять многофункциональные задачи, работать с графикой, со звуком. Ну а если вы предпочитаете по какой-то причине играть на диване, то я спешу вас обрадовать. У вас тоже есть возможность подключить ПК к телеку и настроить джойстик. И вуаля, у вас будет самая мощнейшая PlayStation в мире. В любом случае, друзья, ПК это инвестиция на долгое время с возможностью ее постоянного апгрейда, в отличие от PlayStation. Ну и конечно же, не будем забывать самое главное. Пока можно использовать для хранилища порнографии. Всего доброго.